Всем здравствуйте, кто меня не знает, меня зовут Чепана Елена Викторовна. Я являюсь представителем родительского отбора РФ, также юристом адвокатского бюро Юргас-Энерго. Мы совместно с Николаем Николаевичем ведем активную работу по борьбе с электронным документооборотом. С моей стороны осуществляется именно работа с родителями, работа с матерями военнослужащих по поводу юридической помощи, при оказании родителям юридической помощи, при отказе от электронного документооборот. Когда мне звонят родители из регионов и говорят о том, что Елена Викторовна, давайте менять законодательство, я всем отвечаю, законодательство менять не нужно. Все законодательство РФ, Конституция, Гражданский кодекс, Федеральное законодательство, тот же 152-й федеральный закон, стоит на защите прав граждан РФ. Вся вот эта шумиха, вся вот эта направленность на внедрение электронного документооборота поставлена на локальных ведомственных документах, на которых вы имеете право не обращать внимания согласно статье 55 Конституции РФ. Понимаете, что происходит? И раньше я смотрела на эту проблему с юридической точки зрения и никак иначе. Спасибо Ольге Николаевне, я внегласна ее ученицей, я смотрела все интервью ее. Я вдруг поняла, что внедрение электронного документооборота это прежде всего расчеловечивание самого человека. И вот когда родители дают согласие на обработку персональных данных, моя речь, наверное, будет посвящена все-таки им. А насколько они готовы, сами родители, с этим столкнутся. Я вам приведу, например, несколько примеров буквально недавно из моей практики. Во-первых, давай согласен на обработку персональных данных. Сейчас мы говорим об ЕСЯ, Единая система идентификации, адентификации. Вы заменяете имя своего человека на номер. Номер с НИЛС. Первое нарушение. У нас нет федерального закона в 27-м. Но ни слова о том, что все поголовно должны получать СНИЛС. Тем более дети. Это первое нарушение. То есть, получается, сами родители из себя и из своих детей строят некий аватар. Это самый настоящий аватар человека. Снимается лицо, биометрическое лицо. Даем согласие на ладошку. Снимается, сканируется венозный рисунок в ладони. Доктилоскопия пацип, которую у нас в военнослужащие кушают. Дальше. Зрачок глаза, сетчатка глаза. Слепок голоса. То есть, вы понимаете, что лицо, глаза, руки, голос. И это все равно юридически человеку. То есть, юридически значимые действия. Там утекла ваша электронно-цифровая подпись. Или там по голосу позвонили и так далее. Для вас самих наступят эти юридические последствия. Возвращаясь к той же системе ЕСИА. Опять-таки, пример вот этого внедрения на каких-то ведомственных документах. Значит, звонят из Калужской области родители, из Петербурга. Вот приведу пример на Калужской области. Министерство Калужской области подписывает распоряжение, где в цели повышения информационной безопасности вместо электронного дневника вводится единая система идентификации и аутентификации. И именно через ЕСИА могут родители зайти в электронный дневник и посмотреть оцелы. Слышали, да, об этом? Вот буквально недавно я столкнулась с этой ситуацией. Родители обратились. Благо, что если раньше люди обращались у нас только православные, сейчас до родителей начинает доходить, что это электронное ханалия может привести. Мы поднимаем с ними, заказываем выписку. Компания обслуживает в Калужской области Иртел, зарегистрирована в Самаре. Данная компания полностью, вернее, на 95% принадлежит компании М8 и на 5% принадлежит генеральному директору компании Иртел. И вот когда я посмотрела компанию М8, это 100% частный бизнес, зарегистрированный в Иргинских островах. Понимаете? Эта компания принадлежит компании с ограниченной опенсацией Инстерна Трейд Холдинс Лимитед. Вот только родителям не надо забывать, что давая согласие на обработку персональных данных, соответственно, 152-м федеральным законом, вы подписываете информацию, любую, относящуюся к вам прямо или посленно. Любую. Это не только фамилия, имя отчества. Не надо это путать. И любые действия даете с вашими персональными данными, совершать в отношении вас и ваших детей, включая трансграничную передачу. Вот этот вот пример. Буквально недавно позвонили родители из Магнитогорска. Тот же самый пример. Администрация Магнитогорска вводит распоряжение, что учителя ходят по домам в вечернее время и проверяют контингент учащихся, которые обучаются и относятся к данной конкретной школе. Это вообще что за новости такие? Это идет ряд сразу. Конституция Российской Федерации. Причем они конкретно говорят, что мы приходим за сбором информации и внизу как анапис. Просим нас понять. Понимать не надо никого. Это нарушение статьи 24 Конституции Российской Федерации. Прямо это жилищный кодекс. Это уголовно-процессуальный кодекс. Это статья 44 273 Федерального закона об образовании, когда именно родитель выбирает форму обучения. То есть он может и на семейном обучении, он может в школу отдать своего ребенка. Представляете, каким-то письмом из администрации у нас перечеркивается целое законодательство Российской Федерации. Гражданский кодекс, федеральное законодательство, Конституция и так далее. Вот на эти моменты родителям не надо обращать внимания. И еще вот хотела привести такой пример, с чем я столкнусь. Я недавно зарегистрировала страницу в соцсети помощь родителям антивинного защиты адвоката. И есть какие-то люди, я не знаю, на что они настроены, под любой моим комментарием или под любой моей статьей они пишут, такие, знаете, усыпители бдительности. Они пишут, да ладно, зачем мы с этим бороться? Это не нужно. Командаты нас уже оцифровали. Это бред полнейший. Если бы нас уже оцифровали, не было бы такого давления. Нас бы не пытались вступить в этот электронный документ наоборот. Поэтому вот таких людей слушать не надо. Ни в коем случае. Вот сейчас на кон поставлены на ваши дети. Правильно бы Николаевна сказала, вышел приказ. В течение двух часов, не дай бог, что-то с ребенком случилось, кома, там ударили по голове, у нас возвратная, невозвратная кома, да, у нас смерть мозга. В течение двух часов родители не подписали отказ от трансплантологии. Ребенка разбирают, просить изображение по запчете. Два часа орган живет, два часа дается. Так вы когда даете согласие на обработку персональных данных? Ну вы же немножко думаете, у вас что, у детей такое количество разнообразия? Ни в коем случае давать нельзя. И протест они очень боятся. Я вам приведу пример, который у нас буквально случился 8 марта, когда мы из соцсети узнали о том, что некие феминистки под, скажем так, чутким руководством ЛГБТ общественных организаций вставали возле Государственной дома, возле Старого Арбата, на Старом Арбате. И затем они должны были переместиться в академика имени Сахарова. Мы быстренько с родителями организовались, написали листовки о том, что мы за традиционную семью. Вы не представляете, какое было удивление. То есть привезли кучу феминисток, стоит руководитель, мужчина такой, за всем этим наблюдает. Одна девочка выходит с плакатом «Нет бытовому насилию, какой бытовой насилию, откуда они берут эти цифры, непонятно. Одна постояла, замерзла, другая выходит. Но когда мы начали разговаривать именно с этими феминистками, ни о каком бытовом насилии речи не идёт. Там прямо направленность идёт, что мы против семьи. У меня есть это видео. Мы против семьи, мы против института семьи, мы против традиционной семьи. Мы её будем разбивать. Стояли мужчины с накрашенными губами. Это у нас, в центре Москвы. То есть когда мы говорим, вот сейчас, допустим, о людях, это не только цифра идёт. Это именно идёт со всех сторон расчеловечивание наших детей. И нам нельзя молчать, нам надо просыпаться. Вот буквально сейчас я ехала на конференцию, мне позвонила девушка, она уже здесь опять работает, Beauty, Ndusk, и она говорит, Елена Викторовна, по всем каналам, где идёт Том Форд, компания Том Форд, там идёт ролик. Она мне присылает ролик. Женщина, значит, ролик помады. Женщина красит губы мужчине. Мужчина поворачивает, вожделенно смотрит на другого мужчины и красит губы тоже ему. То есть это прямая реклама гомосексуализма идёт. И вот это вот расчеловечивание идёт во всем фронтал. Продукты питания, загнание в цифру. То есть убирается имя, создаётся цифровой аватар человека, убирается полностью пол. Нет ни мужчины, ни женщины. Показывается нам, скажем так, извращённое поведение. И когда ребёнок между делом проходит и смотрит, как дядя другому красит губы, а все молчат, для него это норма. Но я повторюсь ещё раз. Вот когда мисс Николай Николаевич, он даст мне подтвердить, когда родители идут с отпора, вот это всё прекращается. Вот у меня к родителям. Будете молчать, не поймив, в какую армию пойдут ваши дети, вот буквально 10 марта было открытие в Болонне «Церковь Сатаны». И надпись «Большая Европа» говорит «Да». Вот не дай бог Россия скажет «Да». Скажет «Да» цифрофашизму, скажет «Да» ЛГБТ. И вот если сейчас меня видят, скажем так, товарищи, которые это продвигают, которые мне там в соцсетях пишут свои угрозы, не боюсь, нисколько не боюсь. Зубы о нас сломайте, сломайте о нас зуб. Ни один не пройдёт со своими так, ЛГБТ, скажем так, мыслями, забихрами, не дадим расчеловечить наших детей. Не спите, родители, поднимайтесь. Елена Викторовна защитила всех, кто к ней обращался. В получении медицинской помощи, без снилцев, без согласий, спасла несколько семей, у которых изъяли детей, спасла от жутких гинекологических расслевающих осмотров врачей, где вы, в Сызране, несколько семей, у которых сказали, если не дадите детей на медицинский осмотр, заберём, угрозы были страшные. Вы вот о практической деятельности несколько моментов расскажите, пожалуйста. Буквально две минутки займу ещё ваше внимание по поводу «не надо бояться». Вот когда родители приходят в поликлинику, им говорят, давай сюда полис, иначе мы тебя не примем и не примем твоего ребёнка, не надо бояться жаловаться. Значит, мы собрали все жалобы по регионам, направили в Генеральную прокуратуру. И Генеральная прокуратура по всем, по всем, скажу, по всем правонарушениям граждан Российской Федерации возбудила прокурорские проверки. Не надо жаловаться в Министерство здравоохранения, потому что Министерство здравоохранения тоже встало на нашу сторону. Пожалуйста, можете без полиса обслуживать, обслуживайтесь без полиса. Наши детишки пошли в первый класс без сайта государственных услуг. Родители надавили, высказали своё законное право. Не забывайте, пункт 3 статьи 5-й 210-го федерального закона, именно гражданин Российской Федерации выбирает, какая форма услуги ему будет предоставлена, электронная либо традиционная. Не забывайте об этом, не бойтесь писать жалобы, обращайтесь в коллектив. Вот сейчас, кстати, мы смогли добиться, подавая жалобы в Министерство здравоохранения и в Генеральную прокуратуру, и сейчас массовый у нас идёт отказ от электронных идентификаторов полисов ОМС. Страховые компании тут же уши навострели. Пожалуйста, пожалуйста, без полисов ОМС всем приходят положительные результаты. Значит, получилось добиться ребятам, первоклассникам пойти в школу, и уже сами директора говорят, ну хорошо, ладно, если хотите традиционным, подавайте нам, пожалуйста, заявление традиционным способом. По поводу, сейчас буквально было обращение ко мне из Питера, был звоночек к маме, мама позвонила в поликлинику, сказала, вы знаете, я отказываюсь от цифровой карты. Вот сейчас будьте, пожалуйста, внимательны, оцифровывайте без разрешения, только ваша согласие. Я отказываюсь от цифровой карты, ей медсестра в ответ сказала, отказываешься, скоро придёт ювеналка, жди. Тут же мы написали заявление на имя главного врача, и главный врач позвонила и извинилась, закон полностью на вашей стороне, пожалуйста, не молчите. Детские психологи собирают информацию, тут же жалобы на имя директора у нас в Сызрани был такой случай, всё, значит, административное правонарушение привлекли к ответственности. У нас недавно был вопиющий случай, просто вопиющий в Сызрани, когда девчонок сняли с урока маленьких, четвёртый класс, завели, значит, заставили раздеться, вплоть до трусиков, их проверяли. Девочки звонили родителям, говорили, что мы против, родителей никто не уведомил, то есть втихаря одному ребёнку внушали, что твоя мать глупая, твоя мать бестолковая, давай мы тебе сейчас быстренько введём прививочку, значит, ты только никому не говори об этом. Ребёнок звонил матери, мать звонит, значит, классному руководителю, классный руководитель бежит и говорит, пустите меня к детям, доктор выходит, мы замеряем только вес и рост. Понимаете, что творится? Обманывают. Обманывают, но там ещё творилось ещё хуже. Когда девчонки сидели, врачи между собой обсуждали мальчишек, у кого какая интимная патология в присутствии этих детей с фамилиями, с именем и так далее. И вот сейчас, да, мы на самом деле возбудили проверку, подключили прокуратуру сначала Сызрани, потом подключили прокуратуру Самарской области, исполняющая обязанности министра Самарской области, принёс родителям свои извинения. Учителя и, значит, сотрудники школы все подвергнуты, значит, наказанием, включая тех людей, которые, значит, проводили осмотр и медсестру, которая допустила этот осмотр в школе. Не надо бояться жаловаться, бейте по рукам. Из всех девчонок, которые присутствовали там, все побоялись родителей, кроме одной мамы. И с этой мамой мы дошли до конца. Не бойтесь. Звоните, обращайтесь к нам за помощью, всем поможем. У нас ещё ни один человек не остался без нашей помощи. И у нас все положительные ответы. И в медицине, и в армии, и, значит, в школе. У нас только положительные ответы. Вся информация на... В родительскийотпор.рф заходите на сайт. Но я вас прошу поберечь Елену Викторовну, то, что она до 3-4 часов ночи отрабатывает каждую позицию. Субтитры создавал DimaTorzok